Всем привет! Сегодня я продолжу десертную тему дальше. Приготовлю для вас творожный штрудель в молочной заливке. Бояться этого рецепта не следует. Я сам его буду готовить во второй раз, потому что штрудель я вообще делаю раз в десятилетку. Поэтому здесь мы стоим с вами на равных. Самое главное приготовить достойное тесто. Ну а далее нам понадобится просто рутина. Если вы будете готовить этот штрудель часто, то тянуть тесто для вас будет на раз-два. Все ингредиенты вы всегда найдете у меня под видео. Муку, которую я заранее просеял. Значит я взял муку тип 550. Вы можете взять также тип 405. Его просто нужно будет немножко дольше вымешивать. В просеянную муку добавляю теплую воду. Теплую, не горячую. 5 грамм соли. Это примерно пол чайной ложечки. Ну и ложку растительного масла с нейтральным вкусом. И замешиваю тесто. И далее тесто вымешиваю на рабочей поверхности. Примерно 10-15 минут до гладкого состояния. Это очень важно. Вот теперь слушайте очень внимательно, что я буду говорить. То, как вы вымесите тесто, будет зависеть на 90% от того, получится у вас штрудель или нет. Значит я вымешивал тесто 10 минут. Затем я его накрыл и дал ему 5 минут отдохнуть. Опять немного помесил. Опять дал 5 минут отдохнуть. После этого тесто у меня стало гладким. Это прекрасно видно. Далее. Буквально чуть-чуть. Видите, оно у меня гладенькое, без всяких трещин. И разрезаю его на две равные части. Имейте в виду, что тесто мы больше вымешивать не будем. Все. Вот оно у нас вот такое вот гладкое получилось. Отправляю его в тарелку. Я в кастрюлю вскипятил воды. Воду выливаю. Накрываю тесто и отправляю его минимум на полчаса, желательно на час, чтобы оно у меня хорошенько отдохнуло. Не в холодильник. Можно, конечно, сделать по-другому. Тесто вымесить с вечера, намазать растительным маслом, завернуть в пищевую плетку и отправить в холодильник на ночь. А я этим временем займусь начинкой. Разбиваю два куриных яйца. Добавляю пакетик ванильного сахара и 60 грамм нормального сахара. Тщательно перемешиваю, чтобы сахар растворился. Добавляю 20 грамм муки и также перемешиваю. В этой последовательности, которую я делаю, у вас все ингредиенты прекрасно разойдутся. Можно, конечно, сделать и по-другому. Просто это займет немного больше силы. Далее добавляю 200 грамм сметаны. У меня 30% можно добавить, в принципе, любой сметаны. И тщательно перемешиваю. Добавляю творог. Творог можете добавить любой. У меня более такой пастообразный. Он обезжиренный. Продается в любом немецком супермаркете и называется Schichtkäse. Вы можете взять, как я уже говорил, любой творог. Можете пропустить его через сито или пробить миксером. Вот и все. По желанию можно добавить седру лимона или апельсина. Я добавлю лимон. Лимон предварительно отдал кипятком. Протер бумажной салфеткой. По желанию можно добавить изюм. Можно добавить курагу. Можно добавить чернослив. Я добавлю курагу. Я уже ее порезал. Я не хотел вам показывать, как я полчаса красиво умею резать. Поэтому я ее подготовил заранее. Масса у меня готова. Но теперь переходим к самому сложному. Тесто мы вымесили как следует. Теперь нужно его растянуть. Здесь, конечно, не удивляйтесь, если у вас что-то не будет получаться. Так же, возможно, как и у меня сейчас. Для этого нужна рутина. Для этого нужна тренировка. То есть, если вы сделаете такой штрудель несколько раз подряд, то у вас будет навык тянуть тесто. Так что не расстраивайтесь. Я с вами. Вообще рекомендуется растягивать на кухонном полотенце. Но это не обязательно, если у вас имеется силиконовый коврик. Мне на нем будет работать удобнее и приятнее. Эту часть я смочил водой, чтобы просто он у нас не ерзал. Тесто, поглядите, оно мягкое, эластичное. Присыпаю рабочую поверхность мукой и начинаю растягивать. От середины к краю. Особо здесь торопиться не нужно. Тесто эластичное. Тянется хорошо. Теперь мы тесто накладываем на тыльную сторону руки. И начинаем потихонечку тянуть. Важно очень тесто брать не так, а именно работать тыльной стороной. Иначе вы его порвете. Так возвращаю тесто на рабочую поверхность. Здесь, если не особо будет у вас получаться, то можно прибегнуть к следующему. Присыпать тесто немного мукой и скалкой его доработать. Если у вас тесто где-то немного порвалось, вот как у меня сейчас здесь, ничего страшного. Этот маленький порыв, это мелочь жизни. Толстые края можно обрезать. Тесто, обратите внимание, оно у меня достаточно тонкое. Мою руку прекрасно видно. Так, промазываю сливочным маслом. Так, и распределяю массу. Здесь у меня ровно половина массы. То есть я массу, как только приготовил, я ее сразу разделил на две равные части. Получилось примерно по 370 грамм. Здесь есть еще один важный момент. Если вы хотите, чтобы масса у вас была более густой, то подвесьте ее на ночь. Ну, естественно, тогда нужно будет подвешивать не 250 грамм творога, а немного больше. Потому что часть жидкости уйдет. Ну нет, я смотрю, что масса нормальная. Она не слишком, не слишком жидкая. С этого края оставьте немного места. С этого края и с этого немного больше. Сантиметров 5. Так, здесь я промажу сливочным маслом до конца. Теперь в эту часть аккуратненько накрываем с одной стороны и с другой стороны. Коврик я переверну, чтобы мне было удобней мотать. И теперь при помощи силиконового коврика или полотенца мы начинаем штрудель заворачивать. Промажу эти места тоже маслом. И спокойно натяну наверх. Готово. Теперь в эту страшненькую форму я смазал сливочным маслом и посыпал панировавшими сухарями. Вместо сухарей вы можете взять печенье савоярди или просто печенье. Не имеет значения. Распределили. Остатки высыпали. До свидания. И теперь нам нужно вот этим швом, чтобы штрудель у нас лег, вниз. Готово. А следующую часть я ее просто-напросто раскатаю. Я даже не буду стараться тянуть. В принципе, вы поняли, как это делается. Так что, если у кого-то не получится тянуть тесто, можете прекрасно раскатать его скалкой. Так, ну я себе все-таки помогу немного руками. Размер моего коврика. Ширина 32, длина 45. А размер формы 19 и 27. Вот здесь я сделал одну маленькую ошибку. Я сейчас вижу сухофрукты. Добавляйте не сразу, а вот именно как массу распределили. И вот в этот момент добавить сухофрукты. Они тогда более-менее равномерно распределяются. Но это ошибка, которую я не учел. Мог предвидеть, но не предвидел. Но вижу сейчас и поэтому вам об этом говорю. Если работать быстро, то штрудель можно перенести руками. Вот так. Ну, а если не хотите рисковать, то тогда лучше аккуратненько скручивать из полотенца. Теперь этот штрудель я отправляю в духовку при температуре 180 градусов. Вверх-вниз, без прогрева, но с конвекцией на 15 минут. Пока штрудель у меня запекается, я подготовлю заливку. Точнее, я уже ее подготовил. Ну, получилось так, что камера отключилась. Но это ничего страшного. Я объясню так, чтобы всем было все понятно. Столовую ложку сахара. Один пакетик ванильного сахара. Это 8 грамм. 2 куриных яйца и 250 миллилитров молока. Все в одну чашку и тщательно перемешать до полного растворения сахара. Затем я обратно перелил в мерный стакан, потому что мне будет удобнее так распределять по форме. Так, ну вот, штрудель выглядит вот так. Это 15 минут при температуре 180 градусов с конвекцией. Теперь заливку я отправляю сюда. Да, еще маленький момент. Форма у вас должна быть... Я сейчас померю. Да, не менее 5 сантиметров. Потому что заливка во время запекания, она будет подниматься. И получится так, что она тогда перельется через край. Так, отделю их один от другого. И отправляю далее запекаться при температуре 170 градусов вверх-вниз. Без конвекции, примерно на 30-35 минут. Лучше всего время от времени поглядывайте, потому что я не знаю, как печет ваша духовка. Пока штрудель запекается, я подготовлю тарелку для подачи. Я буквально вчера готовил ванильный соус. Он прекрасно подойдет к штруделю. Как готовится ванильный соус, ссылку я для вас оставлю. Я растопил немного шоколада в пищевой пленке, в микроволновке. Делаю небольшой прокол и делаю вот такую вот спираль. Ну вот как-то так. Так, украшение это не мой конек, говорю вам сразу. Поэтому как есть, так есть. Значит, следующее. Палочкой или зубочисткой от внутреннего круга идем к наружному. При этом палочку после каждого протягивания желательно обтереть. Это не обязательно должен быть шоколад. Это может вообще быть даже не шоколад. Оставить соус так, как он есть. Вы можете добавить сюда варенье или джем, предварительно протерев его через сито. Ну вот и все. Ничего сверхъестественного. Ждем штрудель. Штрудель готов. Теперь его нужно будет вынуть из формы. Я думаю, с этим проблем не будет. Делаем следующим образом. Как в той поговорке. Кто в армии служил, тот цирк не смеется. Ну и еще одну доску. Чтобы мы смогли его разрезать. Так, делаем следующее. Отрезаю хвостик. Его я отдам потом жене. Шучу. Шучу. Ну давайте посмотрим, сколько здесь можно порций получить. Ну вот если так... Вот это количество, это 8 порций. Спокойно. Так, покажу вам в разрезе. Все прекрасно держится. Ничего не расплылось. Все в порядке. Подвешивать не обязательно. Ну если хотите, если не уверены, можете подвесить. Можно присыпать сахарной пудрой. Ну это если хотите. Это не обязательно. Убираю в сторону. Тарелочку с ванильным соусом. И укладываю его на соус. Вот в таком виде его уже прекрасно можно есть. Но мы пойдем дальше. Убираю в сторону. Я буквально пару дней назад готовил парфей. Его можно прекрасно также есть со штруделем. То есть можно исключить соус. Есть с ванильным мороженым. В данном случае парфей. Кстати, как оно готовится, ссылку я вам оставлю. Или просто купите готовое ванильное мороженое. Разрезаю пополам. И отправляю к штруделю. Все очень просто. Ну а теперь давайте поговорим о том, как не совершить ошибок при приготовлении штруделя. Значит, что бросилось мне в глаза. Лично мне. Тесто обязательно хорошо вымешивать. После того, как вы тесто разрезали пополам, оно должно быть у вас гладким. Трещинок быть не должно. Иначе тесто у вас будет рваться. Сухофрукты не добавлять сразу, а добавлять их именно тогда, когда вы уже массу нанесли на тесто. Шоколад растопить уже будет хорошо, чтобы он был действительно жидким. У меня он немного, так как соус был тоже холодным. Да, кстати, ванильный соус можно есть как теплым, горячим, так и холодным. У меня соус был холодный, поэтому шоколад немного застывал. И именно из-за этого моя паутинная шоколадная сетка получилась не совсем красивой. Примите это во внимание. А так, в принципе, для второго раза я штурделем очень доволен. Если у вас не получится тянуть руками, как я уже показал, раскатывайте его на чем-нибудь. Либо на силиконовом коврике, либо на кухонном полотенце. Обязательно хорошо присыпьте мукой, потому что скручивать вам его придется все-таки либо на полотенце, либо на коврике. Просто так с рабочей поверхности поднять штурдель будет немного сложновато. Он может порваться. Ну, а я на этом с вами прощаюсь и до новых видео.